доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели поскольку сегодня у нас понедельник повторюсь что в 16.30 по московскому времени состоится традиционный для понедельника вебинар правильный понедельник последний раз у нас был три недели назад в общем будет о чем поговорить друзья то есть формате брифингов я стараюсь детализировано делать акцент на какие-то события локального характера на брифингах мы говорим о преемственности вообще фундаментального фона тенденциях и курсе монетарных политик на основании которых мы и строим долгосрочные инвестиционные идеи ну начнем давайте сегодня традиционно у нас сценарий в принципе не меняется он дает нам возможность охватить все основные торговые идеи которые составляют основу нашей спекулятивной деятельности нефтянка 62 53 в целом мы уже смирились с тем что наверное до заседания опек которая состоится 5 декабря и уж тем более дом а публичного размещения акции с аудиоранка мы можем ставить на рост нефтяного актива это будет беспроигрышная сделка были конечно же определенные сомнения когда на прошлой неделе мы видели очень не радужное открытие недели за первые две торговые сессии бренд улетел ниже 60 долларов за баррель очень быстро восстановился то есть те кто был уверен что фундамент в данном случае не подведет сейчас благодаря сами себя наверное за верно принято инвестор решение на прошлой неделе в среду на были данные по запасам я повторюсь что на данных по запасам даже несмотря на их рост мы также получили поддержку для нашей идеи того что рынок нефти сможет приблизиться 65 долларов за баррель обычно на росте запасов котировки снижаются но в данном случае статистика которую мы увидели оказалась не такой как прогнозировалась собственно по факту запасы выросли на 1,4 миллиона это умеренная динамика увеличения запасов прогнозировали рост фактически в два раза больше а за день до этого во вторник от американского института нефти мы видели роста запасов зафиксированы ими на 6 миллионов баррелей сейчас друзьям очень важно дождаться заседания опек потому что уже доподлинно известно что перед айпио с аудио рамка конечно же саудовская аравия будет делать все возможное чтобы удержать цены как минимум на таких высоких значениях уже мы можем говорить что саудовская аравия де-факто лидер опек будет отстаивать идею продления действия пакта и я допускаю что будет также поднят вопрос о целесообразности дополнительного сокращения совокупного производства нефти примерно в диапазоне на 300 до 500 тысяч баррелей в сутки если эту инициативу поддержат то цены на нефть безусловно будут расти мы сейчас друзья только лишь на одних ожиданиях можем руководствоваться этой идеей дождемся заседания опек допускают что эту инициативу действительно протащит и в принципе есть даже по самым смелым прогнозам того что мы реально можем увидеть по бренду ожидания что котировки будут тестировать даже 70 долларов за на баррель в общем длинные позиции пока что в приоритете доллар е на 108 81 я думаю что стоит лишь повторить почему я делаю акцент на повышенный спрос на защиту на прошлой неделе мы получили подтверждение от рейтерса то того что первая фаза соглашения сша и китая не будет подписано скорее всего до конца этого года то есть причиной резкого ухудшения настроения выступила законодательная инициатива сената которые поддержали протестующих в гонконге это спровоцировало волну возмущения со стороны пекина пекин в принципе сомнился в том что сделка вообще возможно масло в огонь подлил трампа отметив что если до 15 декабря китай хим не выйдет а с инициативой подписания как раз вот этой фазы то 15 декабря вступит в силу повышенные пошлины дополнительные на китайский импорт о которых мы говорили месяц назад это очень серьезный друзья негатив потому что если действительно пошлины поднимут я думаю что весь прогресс который удалось достичь за последние месяцы он будет отброшен наверное на середину или даже на первую половину девятнадцатого года а в общем по доллару и не короткие позиции это основной акцент на который я сейчас делаю ставку а в среду у нас данные по штатам личные доходы личные расходы темпы экономического роста за третий квартал я думаю что цифры также разочарует и скорее всего на фоне слабых отчетов мы вспомним про перспективы мягкомонетарной политики федрезерва американский фондовый рынок s&p 500 3119 пунктов на текущий момент мы наблюдаем я сегодня не хочу говорить о фундаменте потому что вы видите что американский фондовый рынок в принципе переваривает все и позитив и негатив а на выхлопе мы все равно получаем рост этого инструмента я лишь хочу отметить что всем известный аналитик владелец хедж фонда рейдалью под управлением которого находится более 150 миллиардов долларов поставил на снижение s&p в частности ставка объемом в полтора миллиарда долларов это покупка опционов путь соответственно экспирации этих опционов назначена на март и рейд далее абсолютно уверен то что американский фондовый рынок окажется ниже трех тысяч пунктов ближе даже к двум тысячам восьмиста пунктам вот перспективе получается трех месяцев я разделяю такую позицию потому что уверен американский фондовый рынок это самый настоящий пузырь евро против доллара 1 1025 мы снова на отметке 110 спасибо статистике ввп германии 0,1 процента я говорил что очень много вопросов к этому отчету странно увидеть такие цифры на фоне просадки производственного сектора и в доказательство того что в целом мы не должны были видеть такой отчет по ввп производственный индекс германии который на отметке 43 8 ниже 50 это спад друзья по еврозоне такая же слабая статистика сфера услуг тоже в рецессии кристин лагард ничего интересного нам в пятницу не сказала в ходе своего выступления во франкфурте ну будем ждать собственно ее первое заседание вот тогда наверное с курсом будет ясно хотя на фоне последних отчетов очевидно что этот курс будет неизменен курсу драги и мы будем настраиваться на еще большее смягчение политики ждем закрепение пары евро доллар ниже отметки 1 10 фунт против доллара 1 23 46 мы все больше делаем акцент на вероятность смягчением монетарной политики банка манглии данные по производственному индексу и сфере услуг в пятницу разочаровали в целом можете посмотреть на статистику многомесячные минимумы ну и хорошо друзья нам в принципе нужно отработать короткую позицию ждем дальнейшего снижения доллар канадец 1 32 90 данные по темпам экономического роста если наши ожидания смягчения политики оправлены то в целом отчет станет логичным продолжением слабых данных уроничным продажам по производственному сектору по инфляции мы увидим слабые цифры и будем готовиться к ралли пары доллар канадец район отметки 1 35 ну и bitcoin вовремя мы его продали когда мы обратили внимание на потенциал снижения bitcoin котировался выше 8000 сейчас уже 6539 долларов друзья цель 5000 долларов мы ее точно можем отработать сяну с большой вероятностью до конца этого года на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания